Ну что ж, сегодняшняя лекция будет посвящена эффекту Джоуля Томпсона, а именно проникновению газа сквозь пористую преграду. Еще это дело называют дросселирование. Идея этого эффекта такая. Если у нас имеется, скажем, труба, труба теплоизолирована, и в этой трубе есть какая-то такая пористая преграда. Есть какие-то поры, через которые может проходить газ из одной части трубы в другую. Мы можем создать давление с одной стороны P1, а с другой стороны P2, причем P1 больше, чем P2. Под действием вот этого перепада давлений будет просачиваться газ сквозь тонкие поры. И вместе с этим просачиванием будет понятно, что, поскольку давление меняется, будет еще свершаться, возможно, какая-то работа на то, чтобы придавить с одной стороны. Эта работа будет затрачиваться за счет изменения внутренней энергии этого газа. Ну и поскольку внутренняя энергия этого газа будет меняться, у нас будет меняться и температура этого газа при переходе из первой зоны во вторую. То есть газ будет как-то просачиваться, расширяться, ну и будет изменяться температура. За счет чего будет меняться внутренняя энергия? Внутренняя энергия, ну если газ идеальный, внутренняя энергия связана просто с кинетической энергией движения частиц. Поэтому если газ идеальный, то от просачивания ничего не изменится. То есть вы имеете какую-то внутреннюю энергию, вся система у вас теплоизолирована, количество тепла-то никуда не добавится, и работа будет просто потрачена на изменение внутренней энергии. Так что при этом, ну мы совершим какую-то работу против вот этих вот сил, но против сил трения, которые у нас вот здесь вот содержатся. Но эта работа вся пойдет за счет изменения вот этих вот давлений, то есть за счет того, что давление, перепад давлений совершит эту работу. То есть если газ идеальный, то мы ничего, в общем-то, на выходе эффективного и полезного не получим. А вот если газ реальный, реальный газ, у него вот здесь давление будет достаточно большое, и здесь будет взаимодействие между молекулами. Взаимодействие между молекулами приводит к тому, что, ну если молекулы достаточно близко друг к другу, они начинают притягиваться. А если совсем близко друг к другу, они еще и начинают отталкиваться друг от друга. То есть у них отталкивание будет преобладать над притяжением. Так вот, из-за того, что они притягиваются, а здесь давление меньше, произойдет увеличение среднего расстояния между молекулами. А раз увеличится среднее расстояние между молекулами, доля энергии, которая связана с притяжением, исчезнет. Куда она пойдет? На то, чтобы уменьшить вот эту температуру во второй зоне. Это если есть притяжение. Но если в этой зоне преобладает, наоборот, отталкивание, то есть если давление здесь очень большое, а температура высокая, то молекулы подлетают близко друг к другу. В этом случае будет все наоборот. В этом случае преобладает отталкивание, добавка во внутреннюю энергию, связанную с взаимодействием между молекулами. Она будет положительна. Ну и на выходе здесь мы получим, наоборот, разогрев. Вместо охлаждения. То есть молекулы разойдутся, но эта энергия выйдет в кинетическую, получится разогрев. То есть вот такой вот эффект может давать двоякое следствие. Либо вещество, ну газ, разогреется после прохождения такой пористой преграды, либо газ, наоборот, остынет. Температура, при которой происходит изменение, ну вот разогрев сменяется остыванием, называется температура инверсии. Мы смотрим, что у нас пористая преграда, что она вообще существует, потому что в осуждении идет... Ну, здесь у нас постепенно просачивается газ, и пористая преграда дает нам перепад давлений. Если перепад давлений нет, то ничего не будет. В принципе, перепад давлений может быть и в другом процессе. Когда нету пористой преграды, а есть просто быстрое расширение. Например, адиабатическое расширение. Но это другой процесс, при котором тоже можно получить изменение температуры. Но при адиабатическом расширении там все достаточно однозначно. Там заведомо будет понижение температуры. Все расширяется. Работа сразу же идет на внутреннюю энергию, на изменение внутренней энергии. А здесь может пойти как в одну сторону, так и в другую. Давайте вычислим эту работу, которая происходит при переходе газа из одной зоны с давлением P1 в зону с давлением P2. Пускай вот какая-то порция газа слева имеет объем V1. И границу этого объема мы зададим вот так. То есть она сейчас будет по вот этой вот стенке. По вот этой вот стенке. В1. В1. То есть это вот эта часть. И еще занимает объем внутри стенки. То есть это примерно у нас по полу. Причем плоская. В смысле имеет неналевую толщину. Ну, неналевую толщину. Я как раз и хочу сделать так, чтобы вот этот объемчик V1 перешел во вторую часть. И вот переходим вот к этому случаю. Вот у нас та же самая пористая преграда. Пористая преграда. А теперь вот этот вот объем перешел вот сюда. И стал V2. Но при этом граница этого V2 у меня заняла вот такую часть. То есть от вот этой вот линии до вот этой линии. При этом опять пористая осталась включена. И тогда я могу быть спокойным. И фактически у меня здесь она заполнена, и здесь она заполнена осталась. Поэтому влияние этой пористой преграды стало для меня не очень существенным. V1, V2. То есть мне стало уже не важно, насколько она толстая. Потому что она и здесь, и здесь присутствует. И объем охватывает эту преграду и в том, и в другом случае. К чему приведет вот это? Давайте напишем работу, которая при этом совершается. При прогоне газа из этого объема вот в этот объем. Работа А равна, давление умножить на объем V1, который вот сюда перешел. П1 на V1. А здесь, когда она оказалась, здесь будет П2 на вот это вот изменение объема V2. Минус, оно сопротивляется, П2 на V2. Работа равна П на дельта В. Здесь П1 на дельта В, дельта В равно V1. А здесь, когда он перешел сюда, П2 на дельта В равно V2. Извиняйся, что мы знаем на предготовление внутри перегородки? А, меня не интересует. Я специально захватил вот эту перегородку. Тогда я не понимаю, почему это верно? Она как была, так и осталась заполненной. Ее заполнение при этом не изменилось. Почему тогда на V1? А не на V1 минус объем перегородки. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. 1 минус объем перегородки Я хочу каким-то образом исключить перегородку Ну хорошо, если мы будем считать, что здесь вот этот объем V1 И он весь целиком просочился через перегородку и прошел вот сюда Объем существует, но очень маленький Так а мне не столь существенно, что он маленький Мне на самом деле существенно, что здесь был какой-то V1, а здесь стал какой-то V2 Ну хорошо, пускай, давайте тогда так Здесь он был до перегородки, а здесь он стал после перегородки Тогда будет целиком V1, а здесь целиком V2 А что в перегородке? В перегородке состояние ничего не изменилось Как было, так и осталось То есть здесь какое-то переходное давление Пускай так Хорошо Это будет работа, которая потрачена Ну, система теплоизолирована Значит, эта работа, поскольку дельта Q равно нулю Эта работа тратится и идет на изменение внутренней энергии А равно дельта U со знаком минус И это U1 минус U2 Не хорошо Тогда давайте скажем вот что Что вот это за работа? Это работа, которая совершается газом для того, чтобы продавить сквозь вот эту вот... Нет, это работа, которая совершается давлением, чтобы продавить сквозь вот эту пористую преграду Соответственно, работа газа, работа газа, она будет равна минус вот этой работе Значит, A равно минус A газа Так, вот A газа равно вот этому А А равно минус минус A газа Тогда Минус A газа Тогда P1V1 минус P2V2 равно U2 минус U1 Вот так Вот так вот Перегруппируем это дело У1 плюс P1V1 равно U2 плюс P2V2 Вот так Но U плюс P2V2 Это известная нам величина Мы ее называли Энтальпия H Равно U плюс P2V Отсюда следует, что H1 равно H2 То есть такой процесс Это процесс при постоянстве Энтальпии Теперь давайте разберемся Что у нас при этом процессе происходит У нас есть Перепад давлений А на выходе мы хотим получить И хотим узнать Как изменится температура При таком дристиллировании Значит Представляет интерес параметр Следующий Изменение температуры По отношению к изменению давления Назовем Мил Джоуля Томпсона Коэффициент Джоуля Томпсона Производную От Температуры По Давлению ДТПДП Ну Естественно При постоянстве H При постоянстве Энтальпии Ну Раз мы написали ДТПДП При постоянстве H То напрашивается Эту энтальпию Которую у нас Вот здесь есть Представить Как функцию Двух переменных Температура И давление То есть рассмотрим H Как функцию От Т и П Вот я здесь Напишу H Равно ДH По ДТ На ДТ Плюс ДH По ДП На ДП Ну Как обычно Это при постоянстве Давления А это при постоянстве Температуры Чтобы не забыть Так И это ДН ДН Это бесконечно Малые изменения Энтальпии Но поскольку Но поскольку Равно Константе То ДН ДН Равно Нулю Тогда ДТПДП Так Это перенесется Это перенесется В левую сторону И тогда ДТ ДТ По ДП Будет равно Минус ДН ДН ДП При постоянстве Т Делить на ДН По ДТ При постоянстве П Так И это При постоянстве H. Это при постоянности H. Мы опять пошли использовать метод термодинамических потенциалов. Но на этот раз у нас используется энтальпия. Такой потенциал. Будем разбираться, что такое DHPDT при постоянности P и что такое DHPDP при постоянности Т. С нижним, очевидно, разобраться проще. DHPDT при постоянстве P. H у нас это U плюс PV. Значит, DH это DU плюс PDV плюс VDP делится на DT. Все это при постоянстве P, чтобы не забыть. Но при постоянстве PDP у нас 0. А DU плюс PDV это не что иное, как DQ. DQ по DT при постоянстве P. А это просто теплоемкость при постоянстве давления. Низ расписывается просто. теплоемкость. Теперь верхнюю часть. D, DT, D. ДП при постоянстве Т. Опять пишем ДУ плюс П, ДВ плюс ВДП по ДП при постоянстве Т. Какая-то проблема с Д-шками. И еще и объем будет ДВПДП. Посмотрим, сейчас подумаем, как можно записать. А, ну можно так написать. Что такое ДУ плюс ПДВ? Это ДК плюс ВДП на ДП. А ДК можно представить как Т на ДС через энтропию плюс ВДП на ДП. Даже вот этот член можно вытащить отсюда. Плюс В. Вот так. Отсюда при постоянстве температуры. Теперь ТДС по ДП. Что такое ДС по ДП? ДС по ДП при постоянстве Т было соотношение Максвелла. Это минус ДВ по ДТ при постоянстве П. Надеюсь, что я не припутал. Сейчас я проверю. ДС по ДП при постоянстве Т равно минус ДВ по ДТ при постоянстве П. Есть. То есть, тогда заменим вот это ДС по ДП. И тогда у нас ДН по ДП при постоянстве температуры равно Т с минусом. ДВ по ДТ при постоянстве давления. Ну и еще плюс В. Хорошо. Подставим вот это вот сюда. Тогда Мю Джоуля Томпсона будет равен ДТ по ДП. ДС по ДТ. Так, кстати, знак-то правильно всего? Да, правильно. ДС по ДТ. Да, правильно. ДС по ДТ. Минус на минус будет плюс. Плюс. Здесь будет Т. ДВ по ДТ при постоянстве давления. ДС по ДТ. Еще плюс объем. И делить на ДН по ДТ при постоянстве давления. Это ЦП. Делить еще на ЦП. Сейчас проверим. Здесь был минус, а здесь минус на минус плюс. Да, минус здесь. Минус объем. Вот так. Запишем красивее. Единицы делить на ЦП. ДВ по ДТ при постоянстве П и минус В. Вот таким образом мы нашли коэффициент Джоуля Томпсона. И это довольно хорошая формула, потому что она включает в себя только объем и температуру. А раз есть объем и температура, мы можем спокойно обойтись уравнением состояния. В уравнение состояния у нас входило только П, В и Т. Дальше можно каким образом двигаться? Либо выражать из, например, Вандервальса, выражать объем. Но если помните, то для объема там получалось кубическое уравнение. Кубическое уравнение решать как-то совсем не хочется. Поэтому напрашивается переписать вот это ДВ по ДТ, производное от объема по температуре, переписать через давление. Для давления там получалась явная формула. Она была достаточно удобной. Ну, перепишем. ДВ по ДТ при постоянстве П. Ну, поскольку у нас П постоянно, то запишем давление, давление как функцию от объема и температуры. Давление как функцию объема и температуры. Тогда ДП, полный дифференциал, будет ДП по ДВ на ДВ плюс ДП по ДТ на ДТ. Так, этот при постоянстве Т, а этот при постоянстве В. Поскольку П константа, ДП равно нулю. ДП равно нулю. И тогда... Ну вот. Мы хотим найти ДВ по ДТ. Ну, как обычно. Вот у нас есть какая-то величина постоянная. Мы находим ее полный дифференциал. Приравниваем его нулю. И дальше выражаем из этого полного дифференциала вот это отношение. Вот мы уже здесь такое на самом деле сделали. Вот. Когда ДН мы положили, мы нашли полный дифференциал. Сказали, что ДН равно нулю. Вот оно. И из этого нашли отношение. Точно так же здесь будет отношение. Повторяем этот прием. Так, я хотел и найти ДВ по ДТ. Тогда Д круглое. ДВ по ДТ П равно минус так вот этот вот ДП по ДТ В делить на ДП по ДВ Т вот так подставим его сюда тогда мю Джоуля Томпсона будет единица на ЦП здесь здесь с минусом ДП по ДТ В делить на ДП по ДВ ДТ минус объем вот так вот так ну вот это наверное уже хорошая формула и из этой формулы мы можем найти коэффициент Джоуля Томпсона ну например в случае газа вендервальса а вы нам все равно придется искать а вы у нас просто будет мы просто его будем вычитать и все вы это та штука которая у нас там и останется ну вот когда мы найдем отношения вот по дороге где-то резко написали В ДВТ а здесь минус у нас спереди Т ДП по ДТ В плюс В ДП по ДВ Т ну вот совсем симметрично получилось а В это вот в терминах вот этой картинки это что такое а В в терминах этой картинки да я бы сказал что мне в терминах этой картинки сейчас ничего не нужно мне сейчас нужно уравнить только уравнение состояния в которое будет входить я понимаю я просто не понимаю что такое В и как его померить ну вот в ситуации того что вот у нас есть типа сосуд перегородка сосуд значит как это понятно В в терминах этой картинки это какой объем изначально ну видимо В1 перетечет во вторую часть то есть наверное нужно просто вот а почему а почему это не В2 допустим а то есть или все а то есть или вообще левая или правая да нам нужно что индекс одинаковый хорошо а ну правильно потому что картинка симметричная картинка симметричная и у нас относится да просто будет замена индекса ну что берем газ Вандервальса в газе Вандервальса P плюс А ню квадрат делится на V квадрат на V минус ню B равно ню РТ ню РТ ну можно понять что можно это уравнение на самом деле написать для одного моля сразу же учитывая что здесь у нас будет ню сидеть вот здесь вот у нас будет ну здесь первый хорошо хорошо будем тупо напишем полностью формулу не переходя к малярным давлением объему пускай будет так тогда P равно ню РТ делить на V минус ню B минус А ню квадрат делить на V квадрат пускай будет так подставим сюда тогда мю Джоуля Томпсона равно минус 1 на ЦП минус здесь минус и здесь минус он вынесет изнаружи так нам нужно ДППДТ ДППДТ он даст нам в числителе значит T умножить на ню Р ну здесь от T не зависит значит производная по T здесь T исчезнет и на T снова умножится получится первый член ню РТ делить на V минус ню B это первый член плюс плюс В ДППДВ ну здесь все хуже здесь будет ню РТ делить на V минус ню B в квадрате и со знаком минус из этого минус вылезет ну производная от единицы на X это минус единицы на X квадрат вот минус теперь минус от этого здесь минус на минус будет плюс а ню квадрат делить на V в кубе умножить на 2 здесь минус и еще один минус можно тогда не выносить за скобку не выносить за скобку тогда можно сделать так вот здесь скобочка убрать здесь минус останется здесь минус на минус даст плюс плюс и здесь поскольку еще на V умножится значит еще на V нужно вот сюда умножить вот так ну и делить на опять ДППДВ как-то как-то очень громоздко может быть все-таки по члену разделить ну можно ладно потом разделим здесь просто было покрасивее ну хорошо ну надо вот теперь вот это просто переписать да ню Rt на V делить на V минус ню B в квадрате минус а здесь то V не надо без сила тогда минус минус там минус перед минус вот здесь минус а здесь будет плюс а ню куб нет а ню квадрат квадрат умножить на двойку делить на V в кубе вот так ну то есть можно по члену разделить то есть вот на это разделить да этот тогда просто уйдет останется V ну вот собственно как вот здесь это было стоп а вот почему у нас сейчас остается плюс V а хочется чтобы у нас минус V ну здесь же минус нет ну вот а потому что было V именно осознать ну вот этот вот такой же да тогда единицы на cp будет сверху в скобочках нюрт на V минус нюб а вот здесь будет вот эта вот разность так это мы разделили минус здесь будет плюс сейчас будете проверять минус а нюрт квадрат на двойку делитесь на v в кубе и все это минус в вот так то есть минус остался теперь минус и когда я взял производную я просто это поменяло вот это стало и поменяло знак да ну предположим так мю Джоуля Томпсона равно единице на cp вот эту перевернутую можно занести внутрь здесь тогда нюрт сократится одно v минус нюб сократится значит будет единица делить на единица на v минус нюб минус 2а ню квадрат на v минус нюб делить на нюрт и на v куб и все это минус v и умножаем и там еще минус 40 да минус 40 угу некрасивая выражение а давайте сейчас посмотрим какое я хочу получить потому что а а а а а а а а нет я здесь подставил все и вообще все нашел а в своем конспекте я благополучно ограничился тем что вот это вот дппдв которое в знаменателе при постоянстве температуры я даже не стал расписывать решил что она слишком громоздкая то есть дппдт расписал вот она просто расписалась минус вот этого да ну то есть все что можно было просто расписать расписалась просто вот это не стало ну ладно что что хочется сказать наверное по поводу того что мы сейчас вытащили вот этот коэффициент Джоли Томпсона который вот такой вот страшненький и ужасненький может быть может быть в зависимости от вот этого знака ну вот объема ну и видимо в зависимости от температуры как положительным так и отрицательным если мы температуру сделаем большой то вот этот член будет маленький здесь тогда перевернется ну то есть если очень большая температура этот член просто исчезнет здесь будет V минус не B минус V и тогда это будет отрицательная величина то есть у нас при этом если он отрицательный изменение температуры при изменении давления будет минус минус да если же температура здесь мала то знаменатель большой этот член становится маленьким знаменатель температуры мала значит вот это увеличивается знаменатель тоже увеличивается этот член становится меньше и он может стать после вычитания объема отрицательным сейчас наоборот положительным сейчас секундочку так здесь мы вычли вычли единицы делить на малую это будет большая величина тогда это будет наоборот положительное при больших t это отрицательное при малых t это может стать положительным вот то есть есть зона при которой вот этот коэффициент Джоуля Томсона меняет свой знак на противоположный наверное это легче было бы увидеть даже просто рассматрив числитель вот здесь из этого уравнения ну в принципе здесь тоже можно присмотреть вытащите это то есть есть температура которая называется температура инверсии температура инверсии давайте температуру попробуем вытащить все штыки и для этого нам потребуется приравнять вот то что там стоит к нулю что там Тихо. Продолжение следует... 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 Вот это температура инверсии. Да, она у меня великолепно совпала. Совпала. Значит, что мы можем отсюда вытащить? Если температура меньше температуры инверсии, то эффект Джоуля Томпсона у нас положительный. Температура меньше, чем температура инверсии, эффект Джоуля Томпсона положительный. Тогда мю Джоуля Томпсона у нас больше нуля. Так, и при этом, что с газом происходит? Он, наверное... Так, у нас Джоуля Томпсона ДТ по ДП. Если ДП у нас... ДП – это П2 минус П1. Ну, вот здесь я стер картинку. Если П2 меньше, чем П1, тогда ДП у нас меньше нуля. Мю Джоуля Томпсона – это ДТ по ДП. Это меньше нуля. Если мю больше нуля, то тогда Т меньше, чем Т инверсии. Тогда мю Джоуля Томпсона положительный. Тогда ДП меньше нуля, значит, ДТ тоже должно быть больше нуля. Меньше нуля. Меньше нуля. Меньше нуля. И тогда у нас будет охлаждение. Вот. А если температура больше, чем температура инверсия, тогда мю Джоуля Томпсона меньше нуля. Учитывая, что ДП у нас отрицательна, ДТ у нас будет больше нуля. И тогда нагрев. То есть у нас получилось, что температура инверсия не зависит от давления, да? Оно зависит только от малярного объема. Оно зависит от того, сколько мы там протолкнули сквозь эту систему. Насколько у нас поршень там ушел, настолько и протолкнули. Это то, что мы сейчас получили, то, что мы вывели, называется дифференциальный эффект Джоуля Томпсона. Это дифференциальный эффект Джоуля Томпсона. Дифференциальный эффект Джоуля Томпсона. То есть если у нас есть даже небольшой перепад давления, то у нас получается соответствующий с этим коэффициентом перепад температуры. Кроме вот этого дифференциального эффекта, да, при дифференциальном эффекте Джоуля Томпсона мы предполагаем, что у нас и слева от пористой преграды, и справа от пористой преграды газ является газом вандервальса. То есть у нас перепад давления не слишком велик. Помимо дифференциального эффекта Джоуля Томпсона рассматривают еще интегральный эффект Джоуля Томпсона. Ну, раз есть дифференциальный, значит, есть микральный. Сказал, он не перекрепляется. Так. Он как раз не должен напрягать. Значит, вот этот дифференциальный. А теперь рассмотрим интегральный. С интегральным эффектом здесь намного все более просто. Дело обстоит. Значит, будем считать так. Слева у нас запихивается газ вандервальса, а справа газ настолько потерял давление, то есть настолько большой перепад давлений, что справа можно считать, что газ стал идеальным. То есть задача при этом радикально упрощается. И мы можем... А мы сразу напишем энтальпию. То есть, если здесь мы бодро высчитывали производные, то сейчас мы без всяких производных получим хороший результат. Так, вот это я, наверное, могу тоже стереть. Итак, левый газ вандервальса, а правый газ идеальный. Значит, пускай это вандервальс, а здесь идеальный газ. Что мы знаем? Что сохраняется энтальпия. Значит, H1 равно H2. Равно H2. Это значит, что U1 плюс P1V1 равно U2 плюс P2V2. Вот так. А теперь вспомним, чему равно внутренняя энергия у идеального газа и у реального газа. В газе вандервальса... Вандервальс. У него U равно Cv на температуру минус A nu2 делить на V. Вот так вот. А идеальный газ... У него U... Ну, это вот у нас U1, да? Это тогда 1. Ну, это 1. А идеальный газ U2... Это просто Cv на... C большое. Cv на T... T2. Подставим вот сюда вот. Cv... T1 минус A nu2 на V1. oten... CnCaCaP, да? CnCaCa, да? CnCaCaCa и это следующий актив灣 для ставPa. Так, сейчас еще хорошо бы с этими разобраться, вспомню, как это делалось. Да, надо Вандервальса опять использовать, надо Вандервальса опять использовать, сейчас секундочку еще, CV на T2 плюс P2 V2. Можно через ЦП, если вы посмотрите, здесь у нас через ЦП записано, а здесь CV, но в идеальном газе это просто можно написать, что это равно ЦП для идеального газа на T2. Ну, это же энтальпия, а энтальпия, ну, DH равно ЦП на ДТ. Ну, так же, как ДУ равно ЦВ на ДТ, а с энтальпией это ЦП на ДТ. У нас такое было. Поэтому, если мы к интегралу перейдем, будет ЦП на Т просто. То есть справа проще так вот записать. А вот теперь слева, давайте сюда вот подставим P1. P1 из Вандервальса, который я уже благополучно там стер. Ну, восстановим. П1 равно νRT делить на V минус νB минус А ν2 делить на V2. квадрат. Подставим вот в это выражение. Может, В1? Ну, здесь 1. Да. 1. Т1. Т1. Хорошо. Подставим вот сюда. СВТ1 минус А ν2 на V1 в первый. В1 в первый. Плюс П1В1. νRT1В1 делить на V1 минус νB минус. А ν2 делить на V1. И это равно ЦП на Т2. Ну, вот эти два слагаемых очевидно объединяются. Ну, можем сразу, разделив на ЦП, можем найти Т2. Т2 равно единице на ЦП. Ну, вот почему-то вот эти не ушли. Сейчас проверю. 2А делить на V1 так и остается. Ничего не сделаешь. Так, νRT. В минус νB. Ум. Ум. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 стартовая. При повышении стартовой температуры у нас может возрасти вот этот член, и тогда начнется разогрев, если вот этот член превысит вот этот вот. И чем больше B, чем больше B, который здесь входит, тем больше отталкивание, и тем больше будет разогреваться. Чем меньше B, ну и, соответственно, чем меньше температура Т1, которая прибивает молекулы друг к другу, тем у нас будет холоднее на выходе. То есть тем-то 20 будет становиться меньше. Эта формула К определяет интегральный эффект Джоули Томпсона. Ну и... Так что у нас 6-10. Кажется, время вышло. Я хотел еще рассказать о диабетическом расширении. Ну, давайте в следующий раз расскажу. А диабетическое расширение пойдет на следующий раз. Интересно. Спасибо.